Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли. Ты психотехниками по снам когда-нибудь занималась, нет? Никогда. Никогда. Вообще ничего не пробовала? Наташа? Ничего. Я просто знаю, что существует. Ну как, где-то я там, я не помню где, может в контакте, может где-то в интернете. Я встречала осознанно, мне интересно. Никогда. пробу единственное что у меня было однажды наверно лет в 30 где-то примерно в этом возрасте я не скажу то наш интернет он как такового и не было я не знаю где ты ли в книгах может быть про осознанное что мы про сны или даже вообще про что-то там медитации какие-то ли что и даже не я даже не скажу и у меня вот было такой тяжелый был период в жизни в плане но я тебе наверно говорила ларьки эти дай гена по ночам там отсутствовал да мне сложно было и я просто себя решила восстанавливаться ну поднимать я стала вот положусь на диван никого нету дома светка в школе гена на работе я расслабляюсь и однажды я вот после этого подумала что это наверно осознанные сны что-то похоже или может тассара астрал называется не знаю я однажды расслабилась расслабилась и вдруг я понимаю что я поднимаюсь над диван натурально вот как лежала наташа это было чувство имени наш я расслабилась и меня вдруг я под ним понимаю что я я на меня такое было чувство что вот настолько на диван и мне так жутко и глаза не открывают а мне так жутко я так и так только сразу в состоянии и спух и состояние было как будто я упала на натурально как будто я рухнула на диван и сердце вот это единственное после того я надолго забыла про медитации я как отрубила все все остальное вообще в моей жизни вот эти прах происходили там как я тебе говорила там приходил кто-нибудь ну то есть моменты такие когда реальность моя менялась все я не я не даже не читала даже не читала про осознанные сны то есть какие-то урывочки у меня был период когда мне было интересно и даже минске была экспериментальная группа по астральным путешествиям это был один момент мы пробовали вставать и там был свой опыт потом были осознанные сновидения я тогда изучала михаила радуга я даже хотела его пригласить минск но так сложилось что он жил в сша и он не доехал сюда на я почитала книги его и в я делаю его практике я поняла что он очень хорошо систематизировал материал достаточно удобно пользоваться просто надо было подобрать под себя то что на тебе работает и у меня был осознанный сон ну путешествие такие я научилась делать одну практику можно было выходить гулять и я понимала что ту ночь когда я осознанно выхожу и гуляю да это это потерянный энергоресурс я утром не могла открыть за глаз я была разбитая у меня как ночь мозг активно работал ты не отдохнул ничего но я не могла в этих снах поймать вариантов управления реальностью а я я реально прагматик вот чтобы кто не говорил по поводу нашего сумасшествия прагматичнее меня человека найти достаточно сложно то есть даже глядя на то как развивается проекты и центра человека и инфодайинг видно что вот как танк укатывает все не просто так меня в бизнесе называли не зайчихая бульдогом да это это факт я просто укатываю и поэтому медленно но верно шаг за шагом шаг за шагом шаг за шагом да если я уже впилась в тему значит мертвая хватка и вот за счет этого получалось что я докапывалась до сути все время и когда я начала тренировать осознанное сновидение у меня было четкое понимание что блин я на реальность управлять влиять и управлять тем более не могу то есть это баловство которое приводит к энергопотериям а к энергопотериям к энергоресурсу я всегда серьезно относилась потому что я понимаю это завязано с телом с молодостью со здоровьем и так далее вот энергоресурс надо будет восстанавливать и я эти практики закинула и только теперь я осознаю разницу между сновидениями в объективной реальности и субъективной реальности это ключ это ключ и если человек не находится в субъективном восприятии он ничем управлять не сможет он на чужом игровом поле и кто бы сейчас мне не пытался рассказывать какие сказки и как как я не догоняю эту тему не поверю потому что у меня есть свой опыт а я все вижу через призму своего опыта когда мы субъективном восприятии когда мы вышли на сны когда ты один кроме тебя никого нет и ты загружаешься сразу сперва мы брали из надсознания спали и брали информацию в подсознании а потом последние наши наработки когда мы заходим из подсознания и выстраиваем надсознание да вот это психотехническая база она офигенная но сколько нам потребовалось времени для тренировок долго долго фактически полгода даже книга инфодайвинг счастье она очень много эпизодов содержит там где мы доставали через сны информацию но это может целенаправленно доставали это уже не просто тренировались это можно работать уже не тренировка в это уже не тренировка это уже работа это мы уже щупали чтобы найти ту точку через которую ты можешь отдадим момент взять другой момент создать а вот создать это интересно потому что если по сути дела если рассмотреть сейчас вообще жесткач пойдет как я это вижу есть реальность есть зазеркалье в реальности проявлено физическое тело человек в зазеркалье соответственно рулит бог бог и человек это одно это одна меркаба да это два тетраэдра это одно но я говорю два тетраэдра условно потому что бог это не тетраэдра да точно так же как тело это не тетраэдра но там записана информация в определенном формате и если ты если ты как человек спишь ночью в это время не спит бог если ты бог ты спишь днем но не спишь ночью и получается что и тот и другой по сути спят один закладывает информацию второй проживает при этом этот уверен что это этот создал потому что это когда создал он на закидывал ему во что мы будем играть пока тот спал этот уже исполняет да а потом этот играя тут тупо проигрывая этот сценарий тоже исполняя я при этом обвиняю туда и чуваки вообще рулятся два коматозника до которые не могут нормально взять и выстроить тут сценарий и здесь получается кто первый проснулся тут и вот эти моменты когда до нас начали доходить и мы начали тренироваться как же проснуться чтобы 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 информацию сделать объективной до для того чтобы она могла проявиться вот в этой реальности пускай в нашей реальности а через нас она уже будет проявленной в коллективной реальности и да здесь здесь ключевыми были вот именно моменты когда была осознана . миг как миги формируют мгновение формируют эпизоды эпизоды формируют жизни пошло 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 от малого мига к большому мигу цепочки такие и этим управлять можно через сон да и когда ты уже осознаешь это все то в процессе вот дня до когда бодрствования ты уже начинаешь ловить просто знаешь эти вот моменты когда идет закладка конкретно передачи информации и ты просто вот это фиксируешь осознанно создаешь делаешь меняешь во всяком случае меняешь меняешь и тогда есть варианты замены даже самых жестких кармических сценариев и вообще отмены сценариев и так далее то есть это уже это уже о пробуждении это уже про осознанность но ключ все равно будет субъективном восприятии потому что как только уходишь в объективное восприятие в объективном восприятии ты пошел на чужую территорию на чужой территории бог на солнышке тебя покушали до себя покушали да твою энергию слили там есть эгрегорные структуры там есть там там много чего есть до в коллективном и и в и получается что ты там не один а вот эта психотехническая база где ты один где ты начинаешь осознавать себя богом а бог осознает себя при этом человека там взаимный процесс идет двойной сейчас пришел один момент штук а когда ты выходишь в чужую игру ты себя рассыпаешь на просто рассыпаешь потому что вообще мы все мы все одно одно сознание как это закон 1 до 1 1 при этом и поэтому вот когда уходишь на чужую казалось бы эту мою только что я произнесла что тебя пану нас покушали да а на самом деле ты просто рассыпался сам ты рассыпался сам для того чтобы играть для того чтобы создать игру потому что если ты не будешь рассыпаться игра в какой-то момент свернется вот а когда ты рассыпаешься ну понимаешь это при неосознанности а когда осознанно то когда осознанно можно и рассыпаться и собраться все по играть поиграл собрал игрушки назад да как дети ящик высыпал расставил расставил потом наигрался вообще назад хватит все не хватит играем в другую это можно создавать и создавать и тогда сны становятся помощниками в развитии и в осознанном управлении реальностью но на самом деле наверное всех баз технических психотехнических здесь будет самое сложное она внешне простая но тренировать сложнее это тренировать это просто целенаправленно до тупо каждую ночь заниматься каждый день заниматься это очень много внимания этому уделяешь но интерес должен быть интересно интерес должен не погаснуть то есть вот когда мы уже через сны и расшариванием занимаемся и соединение структур в систему там и так далее порядок наводим из того что можно вытягивали здесь конечно но это блин золотое дно сны это действительно очень много когда-то еще когда лавров проводил обучение белоусов бесконтактному бою они учились записывать сны то есть это входило в программу 90 дней 120 дней там каждого по своему программа называлась спецподготовки и там сны входили в работу там надо было записывать сон потом ощущение шумы там и так далее все все вместе потом отлавливать каким образом реальность в реальности это проявилось я до сих пор у меня есть наработки например потому как мое подсознание выдает например я даже на стримах приводила пример если я вижу черную кошку да то обязательно у меня будет какая-то новость такая сногсшибательная получу кайф если я вижу мужчину в черном костюме значит по бизнесу будут какие-то деловые предложения и они могут быть либо успешными либо неуспешными это зависит от того вижу я унитаз с какахами или без каках если с какахами значит будет да если без какаха значит деньги денег не будет то есть и вот вот всякая такая ерунда у меня очень много пунктов таких когда я знаю что если я увидела во сне это будет проявлено сто процентов и я знаю как это будет проявлено но это результат тех тренировок когда я просто вела записи и записывала и выписывала так сегодня я понимаю что это попытка подстроиться под объективное своей субъективной психикой а когда я уже осознаюсь да когда я осознаюсь я понимаю что я своей субъективной психики могу родить это объективное создать то которое мне надо и когда я это осознаю соответственно заход с другой стороны вообще с другой стороны и тогда видишь размах поле для эксперимента валит и тогда кайф отдать людям а я ой как когда тогда даже хочется этим поделиться потому что понимаешь представляешь как мы с тобой поговорим да вот когда у нас такие сильные штуки идут осознание море представляешь мы это дадим на курсе представляешь какой будет выхлоп у людей и от этого наши глаза еще ярче и счастливее представляешь да представляешь а на самом деле какие выхлопы мы на курсах даем смотри что со здоровьем происходит жизнью происходит как меняется человек какие трансформации какие какой мир он для себя открывает до человека доходит он пробуждается реально доходит он в раю из которого пытается создать это чудовищно живя в раю живя настоящим красивым счастливом раю человек пытается создать нет здесь не раз здесь не ранит не ранее 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 рай мы пришли сюда мучиться мучиться муки 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 или как еще подожди мучиться служить нет сейчас я сейчас скажу школа школа жизни до обучаться обучая кто-то нас обучает и кто нас обучает где тут учитель мы дамы опыт получаем конечно но при этом опыт же можно получать на как мы же сами стопы ты запрашивала и дело в том то и дело и какой запрашиваем такое получаем да я к тому что опыт можно было как все у нас с мужем был разговор случайно что-то ему было сказала вот не помню например и честь например а муж что-то сегодня хотел а про чай я говорю так гена ты знаешь ты делаешь немного неправильно завариваешь там чай потому что он становится таким насыщенным который может вызвать аллергическую реакцию но и привела слова человека который мне это сказал на что мой муж сказал а я говорю это человека был этот опыт говорю вот тоже точно также пил чай крепкий и аллергия на что мой муж сказал мне так вкусно я говорю нет но не вопрос тебя вкусно но просто ну ты услышал тебя есть право сделать выбор до либо учиться на ошибках другого либо сам проходить этот опыт и он так это говорит ну наверное я из тех да кто мне мне надо на себе это то есть вот опыт можно я к тому что опыт можно разный получить но главное чтобы ты понимал какой ты опыт ты мы сами его мы какой заказываем такое получаем каком направлении идем такое опыт и получаем развитие получаем либо деградацию главное это все осознавать а сны тема очень интересная я никогда не занималась никогда осознанными с нами я может там краешком так немного но сейчас я слушаю думаю насколько это все оно интересно и видишь но она тебе не пригодилась я ушла сразу психотехническая база дайвинга и у тебя без опыта сразу перешла в субъективное и сразу пошла на результат потому что то база она не подходит мы не делаем то что дает радуга вообще нигде не делаем никак не делаем то есть то как мы работаем это это вообще полностью стопроцентный инфо даем да да то есть мы даже к снам приходили не не как с нам а мы шли за информацией и мы искали вариант как взять и сперва мы взяли а потом мы поняли что мы тренируемся уже на работать через сны то есть у нас осознание того что мы начали тупо использовать сны для того чтобы достать информацию уже пришло потом то есть сперва мы делали а потом мы думали в принципе как мы так мы так и между прочим да я хотел сказать что мы у нас так все у нас так все абсолютно сперва делаешь а потом думали потом да уже анализируешь понимаешь о блин это же об этом об этом об этом и от этого еще больше осознавания идет и ты понимаешь блин насколько это еще сила идет больше еще знания идут больше да да и это кайф и вся жизнь сплошной кайф и на самом деле чтобы быть счастливым смотрите на самом деле ничего не надо счастье но внутри канул нас ну да занимаешься любимым делом и ты счастлив слушая себя приходишь домой дома муж семья дети да ну ты же выходил замуж там потому что там женился потому что любил и детей рожал потому что хотел да и ты приходишь тут любимые люди твои первые зеркала это счастье тут по-другому быть не может ты можешь прийти нагавкать на них легко вот легко абсолютно легко но это не счастье но это да смешно дискомфортно от того что ты гавкаешь на любимых людей но ты когда приходишь счастье ты даришь счастье ты видишь счастье и тогда вся жизнь превращается в счастье мало того понимаешь как даже это не говорит о том что ну как бы там ругаться нельзя там ну то есть это что-то не о счастье да нет ты просто позволяешь ты имеешь право ну позволяешь это не значит что я позволяюсь и значит я буду гавкать направо и налево нет это вот в этот момент тебе вот ты чувствуешь что ну прорвало тебя позволяешь себя прорвать но потом себя не казнишь а просто потому что ты любишь и это из любви прорвало ты принимаешь эту сторону и свою сторону это принятие понимание и вот и вот на самом деле это все в счастье все в счастье и не и не носишь потом в себе обиду вот правда вот не этого не ходишь обидевшись или злишься нет и в этот момент ты позволил себе и снова счастлив ты имеешь право проявляться через зло через обиду через ярость ты это осознаешь ты знаешь как но ты видишь что ты точно также мог причинить боль другому человеку да и ты видишь как нивелировать эту боль потом ты можешь попросить прощения ты можешь исправить любую ситуацию нет неисправимых ситуаций главное не зажаться не закрыться и не носить это в себе кстати вот когда говорю фразу не носить в себе как и хочется закинуть в подсознание людей образ но опять скажут что я грубая да вот вы поели очень много вкусной пищи вы едите и идите 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 и вам вкусно 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 что с вами будет если вы все время это будете носить в себе делиться на природой для того чтобы добре земли выросла новая вкусная пища поэтому не носите в себе иначе разорвется иначе порвет да и в таком случае ничего хорошего со здоровьем не будет я принимаю что мы и кушаем и до оставляем где-то что-то то есть принимаешь это принимать также здесь через физиологию взгляд на на самом деле вот когда ты эти вещи осознаешь ты понимаешь ты можешь быть любым ты в раю ты можешь проявляться как угодно и выбери как ты будешь проявляться ключ ключевое слово проявляться а это и реализация эта семья это отношения и это и здоровье это это все по сути дела да это жизнь жизнь это проявление в кайфе не в страданиях вы можете в страданиях не вопрос но тогда рай станет адом и это ваш выбор а если еще его осознанно сделать адом и прикрыть это ритуаликой то получишь в следующую жизнь сразу привет от кармы по-другому подсознание не может она ритуалику уже все но разрезала психику ритуалику она так или иначе принесет следующую жизнь поэтому все все что связано с магией религией очень очень жестко проявляется очень быстро мало того это вот я сейчас слушаю тебя мало того в следующей жизни так она здесь скукожиться вы здесь уже скукожиться нечто которая которая очень хорошо прочувствуется потому что все в одном все в одно вот прям здесь больше нигде не существует вот она здесь и прошлое и будущее и настоять и все уже еда все есть и при этом все здесь и сейчас формируется и можно менять осознанно осознанно когда ты осознаешь момент здесь и сейчас это единственный миг где мы существуем и вот когда ты это осознаешь тогда можно менять все но тут надо говориться когда осознаешь миг момент здесь и сейчас то тут надо говориться потому что сейчас есть куча сект которые говорят сейчас мы осознаем момент здесь и сейчас и они осознают осознают и осознаюсь и потом люди становятся вот этой толпой полностью управляемый обезличен обезличенной индивидуальности нет бог забыт вынесен на солнышко и даже если его и была попытка впихнуть в себя обратно и назвать это пробуждением то а личности нет она разрушена вместе с эго сумму в нашей психике нету чужих структур лишних структур все структуры нужны абсолютно все даже когда ты живешь без ума безумен да казалось бы но при этом ум просто работает в другом режиме он работает как помощник как логическая обработка как работа с сутью информации у него тогда другой режим работы есть режим работы дешифрации есть режим работы работы включения в активную игру во внешнюю игру если ты не вовлекаешься во внешние то он выбирает другой режим он становится вашим помощником точно так же как это если у вас слабое эго то ваша вашу силу некому держать это выполняет еще одну функцию силовую она управляет силовым ресурсами человека и получается что если вы имеете слабое это слабое личностные свои характеристики да не проявлены то есть силовой ресурс у вас так вот на плакал а силу держит сильное эго то есть все структуры психики есть выше и а декорации до усиленного человека он выстраивать и декорации где ему комфортно а счастье она все равно внутри весь мир и весь мир внутри и вы сами создаете этот мир полностью сперва осознаете что вы создаете а потом создаете а если вы не осознаете то тогда он создается по кармическому сценарию тогда его создаете вы но вы не соображаете но в тоже но в сценарий а в кармический сценарий помнишь как мы смотрели как как работа тетрайдеров идет в кармический сценарий в первую очередь отфильтровывается что все чужое родительское чужое обязательство и так далее это тот мусор который потом отфильтруется он не может отфильтроваться в опыт потому что он не осознан потому что он чужой потому что даже задача не стояла осознавать в этом к самому туз нам сне чужие вещи и вот это чужое уже карма идет на следующую жизнь и вы тогда вынуждены проживать осознание того чужого опыта который запросили в этой жизни неосознанно неосознанно либо получили например от родителей там в возрасте где-то до трех или до пяти лет да и потом в социуме и так далее там где вы уже были не вы нам где было вторжение чужого и это конечно невероятные штуки когда когда начинаешь осознавать весь механизм как работает психика он очень простой парадоксально просто парадоксально простой если рассматривать его как одну меркабу а если осознать что ваша одна меркаба состоит из девяти уровней каждый раскладывается то там получается капец и я понимаю что квантового компьютера не хватит для того чтобы это все просчитать поэтому можно взять одну рассмотреть остальное пустить по подобию но во всяком случае пока мы так действуем но когда мы говорим о расширении мы говорим о том что действительно там безумное количество структурок формирует реальность и событий на ряды человека сюжетную линию человека и так далее то есть каждый сюжет каждый миг это отдельная меркаба если посмотреть на более мелком уровне но это все сложная тема и просты одновременно кайфовые ключ кайфовые и настолько простые насколько и сложные закон парадокс и самое главное что если ты на них сел то ты сел на эту тему как на наркотик вот реально от нее не оторваться она настолько интересна что от нее не оторваться и я не знаю что бы ни происходило все равно в ней сижу уже не первую жизнь и сидеть будут в том кто то он Продолжение следует...